Усики пошли, получил от вас подтверждение, что звук есть, видео есть, и мы можем начинать наш сегодняшний вебинар. Второй вебинар из курса персональной инвестиции, и сегодня мы поговорим о том, что такое технический анализ и фундаментальный анализ. Точнее мы систематизируем эти знания, что в основе торговли, в основе работы каждого трейдера должно обязательно быть и что должен использовать каждый трейдер, исходя из этих двух аспектов. Также, коллеги, в начале, перед тем, как мы приступим уже к занятию, вы можете написать ваши вопросы, которые у вас остались с предыдущего занятия, и я на них также отвечу. Давайте поступим так, если у вас есть вопрос, вы его напишите, если все понятно с предыдущего занятия, вы почитали книгу, у вас не осталось вопросов, то напишите, что все хорошо, вопросов нет, как-то меня просигнализируйте об этом, чтобы я понимал, что с предыдущего занятия вопросов не осталось. И, уважаемые участники, те, кто присутствует на этом вебинаре впервые, то есть те, кто пропустил, к примеру, первое занятие, напишите, пожалуйста, цифру 1, чтобы я на вас сориентировал, что вам необходимо сделать, чтобы восстановить тот материал, который вы пропустили. Есть ли такие? Да, Дмитрий, спасибо, вижу, что вопросов нет. У нас первый вебинар был больше ознакомительный, в целом с подходом инвестиционным, что он из себя представляет. Сегодня у нас будут более практические моменты, которые мы будем сегодня разбирать, но, тем не менее, у начинающих, я помню, было достаточно много тех, кто только начинает работать на демо-счетах, поэтому я хотел, в первую очередь, обратить внимание на данных участников, и, если есть все-таки какие-то вопросы, чтобы я в ходе сегодняшнего вебинара тоже на них ответил и коснулся. Так, как у остальных прошло. Коллеги, я призываю всегда к тому, чтобы у нас в ходе нашего общения был диалог, чтобы я не просто что-то рассказывал. Я понимаю, что многие слушают вебинары фоном, занимаясь какими-то своими делами, но, тем не менее, пожалуйста, сейчас, если действительно есть вопрос, который хотелось бы задать, но вы считаете, что это неудобно или вопрос не совсем уместен, то скажу вам, что, наверное, плохих вопросов не бывает, бывают плохие ответы, поэтому я, в свою очередь, постараюсь вам дать исчерпывающий ответ на эти вопросы, которые у вас есть. Поэтому, пожалуйста, просигнализируйте в чат, пока еще также остальные участники подключаются, буквально несколько минут, и будем уже переходить к теме нашего сегодняшнего занятия. Вообще, скажу, начну с того, нашу сегодняшнюю встречу, что такое трейдинг. Трейдинг, инвестиции – это поиск возможностей. И только от вас зависит то, сколько возможностей вы используете от рынка и какой результат от этого будет. Всегда нужно разделять те возможности, которые появляются, и стараться находить как можно больше вариантов решения того или иного вопроса. То есть это больше к вопросу о диверсификации, но начать наше сегодняшнее занятие я решил именно с этого. Хорошо. Что мы будем разбирать сегодня? На слайде вы видите название «технический и фундаментальный анализ». Вообще, как вы считаете, какой анализ является основным или на каком анализу вы отдаете предпочтение? Напишите, пожалуйста, в чат ваше мнение, что это технический анализ или фундаментальный анализ. Как вы считаете, какой из них наиболее важен по вашему мнению? Возможно, оба важны, как пишет Олег, но я хочу узнать ваше мнение. Леся пишет, что технический основной. Спасибо за ответ. Татьяна делает упор на технический анализ. Отлично. Максим также технический анализ. Оба. На самом деле, здесь важно, во-первых, определиться, за что отвечает один анализ, за что отвечает другой анализ. Я выбрал довольно-таки простое определение, как мне кажется, которое дает полное представление о том, что значит один анализ и чем отличается один от другого. Фундаментальный анализ. Он нам объясняет причину, почему туда цена пришла, что на нее влияло в тот или иной момент времени. А технический анализ отвечает на вопрос, как туда цена пришла. И я скажу то, что действительно важны оба анализа в той или иной степени. Потому что фундаментальный анализ нам помогает понять предпосылки, что влияет на рынок, как мы можем это использовать, что мы можем ожидать. А технический анализ больше помогает нам найти точку для входа, присоединиться к рынку. И вот именно по данной составляющей мы и будем разделять данные вопросы. Начнем мы с вами с анализа технического. Но прежде чем мы перейдем уже к основному части нашего вебинара, еще раз представлю для тех, кто возможен впервые. Зовут меня Исааков Роман, я являюсь оригинальным менеджером Admirals Markets и отвечаю за регионы России, Украины и страны СНГ. Поэтому если у вас в дальнейшем возникнут вопросы, если вы из данного региона, помимо обучения, помимо торговли, по взаимодействию с компанией Admirals Markets, то я всегда рад вам помочь. Я оставлю свою почту и готов ответить на любые ваши вопросы. И перед началом, как всегда, предупреждение о рисках. Всегда важно понимать, что торговля на финансовых рынках – это не только интересные возможности, но и большие риски. Прежде чем начинать торговлю, всегда нужно знать и ознакомиться с рисками. Переходим уже к техническому анализу. Я его разделю на две составляющие. Первый – это графический анализ, второй – это компьютерный анализ. Разбирать максимально подробно, какие существуют виды графического анализа, компьютерного анализа, мы сегодня не будем. Я дам ту основу, которая, на мой взгляд, является тем фундаментом, который должен знать каждый трейдер и ориентироваться, и отличать, во-первых, графически от компьютерного анализа, и знать свойства и особенности одного и другого. Итак, давайте перейдем в метатрейдер. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана, и мне от вас потребуется сигнал, что вы видите метатрейдер, и мы, соответственно, можем приступать. Поставьте, пожалуйста, плюс. Если сейчас перед вами появился график, откроем пару, для примера, пару евро-доллар, и откроем новый график, и посмотрим, что у нас на ней, соответственно, происходит интересного. И с нее начнем как раз знакомиться с данными видами анализа. Отлично, да, вижу, что терминал появился. Если в какой-то момент он перестанет быть виден, то прошу также посигнализировать, это обязательно поможет. Итак, вопрос. Немножко преждевременно перешли, но тем не менее. Как вы считаете, что важно, когда вы открываете график, как мы сделали это только что, что, в принципе, нам нужно, что мы на нем хотим убедить, как вы считаете? Открывая график, мы как итог планируем совершить сделку, но прежде чем это сделать, что мы должны знать о рынке на текущий момент, как вы считаете, что мы должны определить? Напишите, пожалуйста, ваше мнение, любые ответы принимаются. Тренд, тренд, направление. Все верно. Вы абсолютно правильно говорите, и это действительно так. Нам нужно понимать, куда сейчас двигается рынок, и в какое направление сделка будет иметь большую вероятность движения на тот промежуток времени, на который мы ориентируемся. То есть ориентируемся на день, значит, какое направление будет внутреннее. Ориентируемся на неделю, значит, какой тренд у нас является основным. Действительно, нам нужно определить тренд, определить направление. Способов определения и различных нюансов существует довольно-таки много. Я, наверное, первое, на чем остановлюсь, это способ построения графиков. У меня выбраны японские свечи, я считаю, что они являются наиболее информативными, в отличие от, к примеру, линейного графика, по которому видим направление цены общее, но не видим фактически то, что происходило в какой-то промежуток времени уже более локально. Также многие используют график, который называется график бар, но он не окрашивает, не дает полного визуального восприятия, хотя он и похож по своим свойствам на японские свечи, но, на мой взгляд, японские свечи являются наиболее информативным способом анализа графика при подходе технического анализа. Хорошо. Когда мы с вами говорим о направлении, о выборе тенденции, на что мы с вами ориентируемся? Очень большое количество различных способов торговли, торговых систем, алгоритмов существует, можно найти, в принципе, на просторах интернета, я думаю, многие с вами, многие из вас с этим сталкивались, но самое важное, мы пришли сюда для того, чтобы получать отдачу от нашего времени и отдачу от наших вложений. Мы, наверное, не столь заинтересованы в том, чтобы понять каждое мельчайшее движение цены, мы должны понимать, сможем мы на этом заработать или нет. И, как показывает практика, торговая система, она должна быть максимально простой, она должна быть в первую очередь понятной для трейдера и понять ситуацию, проанализировать рынок вы должны буквально за 2-3 минуты, глядя на график. На мой взгляд, это тот максимум, который должен быть. Я встречал огромное количество трейдеров, которые не могут полноценно называться трейдерами по той простой причине, что они занимаются в большей степени анализом, чем в совершении торговых сделок. Я был знаком и также знаком с трейдером, который свою торговую систему формирует уже, наверное, лет 15, может быть, даже больше. Но на практике совершение торговых сделок не получается. По той простой причине, что факторов настолько много и торговая система описана чуть ли не на 800 страницах, только вдумайтесь, торговая система на 800 страниц, которая, безусловно, включает в себя различные аспекты, но на практике для того, чтобы принять какое-то торговое решение, уходит очень большое количество времени и рынок уже может поменяться, соответственно, торговая возможность может быть ухудшена. Для того, чтобы диверсифицировать риски, мы поговорим об этом в пятницу. Существуют различные способы, которые позволяют максимизировать прибыль за счет проведения большего числа сделок, но в которых риск остается неизменным. То есть, когда вы определили риск, к примеру, 1% от депозита либо по одной сделке, либо суммарно по всем сделкам, вы можете это нивелировать. Но когда вы совершаете большее количество операций, я позже поясню, что я имею в виду, это в долгосрочной перспективе также дает больше результат, так как ваш счет, он диверсифицирован. Итак, давайте поговорим о том, что из себя представляет тренд, какое его основное свойство. Позже мы посмотрим, что у нас происходит по паре евро-доллара. Это я также разбирал сегодня на ежедневном обзоре, который у нас публикуется на YouTube-канале, и я также позже к этому вернусь и расскажу. Что такое тренд? Тренд бывает трех видов. Это направление на тренд восходящий, тренд нисходящий и боковой. Давайте поговорим о восходящем тренде. Что это? Какие у него есть ключевые особенности? У восходящего тренда, соответственно, это постепенно повышающиеся минимумы. И пока это действительно так, то есть пока мы видим импульсное движение, затем мы видим коррекционное движение, и затем мы видим, что цена обновляет локальный максимум и остается выше минимума, который был сформирован коррекцией, то тенденция сохраняется восходящей. Даже если мы увидим движение вот такого рода, но цена остановилась выше данного значения, то, соответственно, тенденция с большей вероятностью продолжится на укрепление того инструмента, который мы рассматриваем, и в свою очередь, уйдя цена ниже какого-то определенного уровня, мы получаем для себя более интересную точку для входа. Вообще, многие трейдеры при открытии позиции забывают одну очень важную вещь. Если у нас тенденция восходящая, то купить нам интересно как можно дешевле, то есть фактически как можно ближе к уровню поддержки. В свою очередь, если тенденция нисходящая, то продать нам интересно как можно больше, то есть войти на покупку на минимумах, на продажу на максимумах. И для того, чтобы уже оценить тренд, оценить тенденцию, важно помнить о определенных инструментах. Я в своей торговле больше как раз использую то, что буду говорить в первой части. Это непосредственно торговля без индикаторов, а отслеживание поведения цены. Многие называют это «price action», но на мой взгляд это можно назвать просто отслеживанием того, как ведет себя цена и поиск этих закономерностей и, соответственно, применение их на практике. Так вот, что из данной формации, которую я сейчас нарисовал, важно вынести? Это то, где мы можем ожидать изменения тренда. У нас есть две волны. То, что я сейчас отметил. Есть первый меню, есть второй меню. Так вот, что в данном случае для нас важно? Для нас важно то, что фактически все, что будет ниже, все, что будет ближе к уровню поддержки, для нас будет являться интересной точкой для присоединения. Войдем и здесь, или здесь, пока об этом мы не говорим. Для нас основное направление будет оставаться восходящим. В том случае, если мы увидим уже обновление минимума, то данная формация будет нам говорить о том, что тенденция с большей вероятностью уже сможет поменяться. И в дальнейшей перспективе сделки на продажу, то есть уже вход на продажу, уже будем рассматривать как приоритет. В данном случае, перенеся тот график, который мы сейчас рассматриваем на пару евро-доллар, мы можем отметить то, что сейчас тенденция может в ближайшей перспективе поменяться с нисходящей, которую мы видели фактически последние два года на восходящую. И для этого цене нужно остаться выше минимума по значению 1.05, это минимум, который был в начале февраля. Попытку пробития уже мы видели. Максимум, который был в начале февраля, мы видели в конце марта, то есть не так давно. Сейчас она ушла в коррекцию, то есть именно в ту волну, которую мы рассматриваем здесь. Если цена уходит ниже минимума, который зафиксирован по цене 1.05, то тогда мы можем уже говорить о продолжении тенденции, нисходящей по паре евро-доллар, уже непосредственно к паритету. Но пока мы ставимся выше, то приоритет будет сделком на покупку. То есть здесь, на мой взгляд, картина развивается именно таким образом. Теперь, когда мы посмотрели один из более крупных таймфреймов для данного инструмента, сразу же поясню, что для технического анализа, для того, чтобы разобрать рынок, для того, чтобы его оценить, важно понимать и важно узнать более полную картину. То есть недостаточно посмотреть только часовой таймфрейм, пятиминутный таймфрейм, минутный таймфрейм, для того, чтобы понять, куда цена будет двигаться. На мой взгляд, здесь мы себя искусственно ограничиваем в ту информацию, которую мы можем получить от рынка. Потому что многие ситуации, если мы рассматриваем с различными валютными парами, ориентируясь на более крупный таймфрейм, могли бы нам в тот или иной момент времени прессионализировать о том, что либо сейчас нужно взять паузу по данному инструменту, либо то, что тренд уже начинает меняться. И то, что мы на ближайший, прошу прощения, прошедший год, два, три, совершали сделку в одну сторону, то здесь нужно взять на текущий момент по ним паузу и уже перестроить вашу торговую систему. И перестроить, отдать уже приоритет сделкам, противоположным, простыми словами, следить за тем, как тренд меняется. Как правило, используются три таймфрейма. Это чаще всего дневной, четырехчасовой и часовой. То есть на дне мы оцениваем глобальную ситуацию, то есть где у нас находится евро и куда он может двигаться в ближайшие два месяца, год. Уже на более мелком таймфрейме мы для себя находим точки для присоединения по данному инструменту, по данному активу. Поэтому для того, чтобы проанализировать и принять решение по паре, к примеру, евро-доллар, нам необходимо перейти, безусловно, на более меньший таймфрейм. В данном случае давайте перейдем на четыре часа и посмотрим, что у нас происходит здесь. В рамках четырехчасового таймфрейма мы также можем отметить ряд уровней, которые могут для нас служить ориентированием. В данном случае мы видим, что те минимумы, с которыми у нас пошло восстановление, дальше у нас были следующие импульсы, коррекции, после которых цена также продолжала свое движение уже непосредственно восходящее. На текущий момент в рамках четырехчасового таймфрейма мы видим, что цена по евро уходит ниже минимума, который был 21 марта, то есть на четырехчасовом таймфрейме мы получаем информацию о том, что сейчас тенденция идет нисходящая. Дневной тренд восходящий, четырехчасовой нисходящий. Большую значимость всегда будет играть более крупный таймфрейм, более крупный таймфрейм. Об этом всегда важно помнить. И главный постулат технического анализа, в принципе, как посыл для всех трейдеров, это то, что тренд с большей вероятностью продолжит свое движение, чем его поменять. Потому что действительно многие возможности могли быть упущены только потому, что нам казалось, что рынок уже прошел 200 пунктов, но он не может идти дальше. Он сейчас здесь остановится. В принципе, не упускать эту возможность, просто двигаться вместе с рынком. Если мы перейдем на более мелкий таймфрейм, на часовой, то здесь мы можем увидеть следующее. Ну и, в принципе, поговорить о том, что сейчас у нас может формироваться по паре евро-доллара, то, о чем я говорил сегодня с утра в обзоре. На часовом таймфрейме очень информативно отслеживать полностью торговый день. У меня на графике убрана сетка. Она, на мой взгляд, излишне, но добавлены разделители периодов. Это можно сделать, перейдя в свойства, нажав право только мыши, выбрав свойства, вкладка «Общие» и показать разделители периодов и убрать галочку «Показать сетка». И у вас на вашем графике будет полностью отмечен временной диапазон. В данном случае от одного разделителя до другого у нас 24 часа, то есть одни сутки, то есть целая торговая сессия, когда четыре основных рынка у нас торгуются. Это, напомню, тихоокеанский, азиатский, европейский и американский. Соответственно, понять, куда большей вероятностью будет у нас двигаться рынок, мы сможем, пронимизировав предыдущие движения, предыдущий настрой. Если мы видим, что у нас каждый последующий день идет ниже предыдущего, давайте сделаем это таким образом, поменяем цвет на зеленый и отметим его вот так. 28 марта, следующий день я отмечаю максимум и минимум. Максимум у нас находится здесь, а минимум сформирован здесь. То есть второй день тенденция идет нисходящая. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Следующий день точно такая же картина. Цена уходит ниже, то есть уровень открытия рынка уровень закрытия рынка ниже, чем уровень открытия. Тенденция продолжается нисходяще. Отмечаем следующий день. Также картина сохраняется, но уже волатильность мы видим несколько снижаясь. То есть уже продавцы ведут себя не столь активно. По поводу волатильности, это такое дополнительное наблюдение, которое каждый из вас, я думаю, будет также включать в свою торговлю и каждый из вас это отслеживает. Видим день следующий. Вчера, 4 апреля, точно так же мы отмечаем локальный максимум и локальный минимум. Постепенно мы видим, что тенденция происходит на снижение. Что мы видим сегодня? Сегодня, то есть во все фактически 6 торговых дней тенденция сохранялась на ослабление. Я очень часто слышу от трейдеров, от начинающих трейдеров, от уже протекущих трейдеров то, что на рынке не существует трендов, все хаотично. Сейчас мы с вами взяли то, что актуально сейчас, последние даже больше торговой недели, 6 торговых дней и мы видим, что на всем этом протяжении тенденция сохранялась на ослаблении. Каждый последующий максимум шел ниже и ниже предыдущего. Тенденция в этом направлении прошла порядка 240 пунктов. Безусловно, я беру максимальное значение, то есть взять от рынка, к примеру, 50-60% поддвижения, это также, безусловно, интересно. Что мы видим сейчас? Сейчас мы, в принципе, с открытия рынка мы видели, что цена уже попытается уйти выше максимума в предыдущей торговой среде. То есть уже покупатели пытаются переломить настрой продавцов и двинуть рынок дальше наверх. довольно-таки не совсем правильно говорить, что покупатели хотят двинуть рынок. Это то, что мы можем прочитать, это оценка, то, что мы можем сейчас увидеть. И, на мой взгляд, сейчас может произойти то, что уже покупатели возьмут вновь инициативу по паре евро-доллар и тенденция на укрепление у нас возобновится вновь. Соответственно, более мелкий таймфрейм будет совпадать с более крупным таймфреймом. Ну и, соответственно, уже уйдя выше отметки 1.07 и среднесрочный таймфрейм также будет совпадать. Но в данном случае мы можем для себя получить информацию о том, что вот сейчас, если говорить о покупках, то рынок начинает менять свое направление. Что я имею в виду? Я думаю, что многие из вас слышали такие аналитические заключения, как цена дошла до уровня поддержки, она от него обязательно отхочет или золоту никогда не пройти этот уровень, или ему не дадут пройти этот уровень. Я в своей практике всегда исключаю при посылке того, что цена нам что-то должна. цена нам ничего не должна и мы всегда должны это помнить. Мы должны следовать вместе с ней, а не пытаться предугадать, куда она пойдет. Если она движется на понижение 6 дней, то почему бы нам не двигаться вместе с ней, развернуться к примеру на покупку и перестроить свою позицию, чем поставить отложенный ордер просто на какой-то значимый уровень и затем двигаться дальше. К примеру, многие из вас в противовес этому могут сказать, что цена же подошла к уровню сопротивления по отметке 1.8.29. Она действительно подошла, но прежде чем пойти в коррекцию, цена уходила на порядка 80 пунктов вверх. И если говорить о уровне стоп-лосс, то, наверное, ориентируясь на дневной таймфрейм, его можно было ставить, если мы берем уровни, то целесообразно его ставить на мой взгляд за абсолютно недопустимый на текущий момент уровень, это 1.13, потому что расстояние порядка 400 пунктов для данного таймфрейма довольно-таки большое. Но, тем не менее, действительно, мы могли ожидать данное снижение, но оно не гарантированно, потому что очень большое, очень много раз, когда цена подходила к уровню, как это было, к примеру, в октябре 2016 года, цена подошла к уровню, мы могли ожидать движение восходящее, так как это было уже несколько раз и в июне 2016 года и в феврале 2016 года, но, тем не менее, цена просто пролетела этот уровень, условно, 500 пунктов ниже. То есть, мы можем здесь получить либо ненужный убыток, либо, что еще хуже, не устанавливая стоплост, просто ждать, пересиживать, когда цена вернется к тем уровням, на которые мы входили. В данном случае мы просто замораживаем наш актив, и он не приносит нам никакого результата. Он просто лежит и мы пытаемся всеми правдами и неправдами направить рынок в том направлении, в котором он движется. Не нужно этого делать, а важно научиться выбрать те способы, те методы, которые вам позволят присоединяться к рынку тогда, в тот момент, когда это удобно. Вообще, если вы открываете рынок и в какой-то определенный момент у вас нет представления, нет понимания, куда идет туда цена, не нужно ее придумывать. Значит, нужно взять паузу на какое-то время, подождать день-два, и данная ситуация обязательно появится. Тем более, если вы видите, что движение идет уже без вас, не нужно бросаться, что называется, выходящий поезд, присоединяться к этому движению. Рынок даст обязательно возможность, но к ним нужно быть соответственно готовым. Что сейчас по данному инструменту мы можем отметить? То, что мы отмечаем по четырехчасовому, по, прошу прощения, часовому таймфрейму, уже на попытке обновления локальных максимум, то есть обновлением мы можем назвать, если мы говорим о часовом таймфрейме, то, что по крайней мере одна свеча и открылась, и закрылась за пределами того или иного уровня, который мы сейчас рассматриваем. В данном случае это максимум предыдущей торговой сессии. это для нас является более информативным, безусловно. Ну и соответственно, когда мы видим первые признаки того, что цена сейчас может пойти на повышение, в данном случае, если мы ориентируемся на данный подход, на данный способ, мы фактически получаем для себя два уровня, две точки, которые для нас будут важны. Во-первых, это уровень стоп-лосс, потому что если цена уходит ниже данного значения, то тогда уже движение по направлению вниз, оно с большей вероятностью продолжится. То есть цена уходит минимум, и мы будем ожидать движения исходящего. Но пока мы остаемся выше, для нас будут интересны покупки, в том числе по данному инструменту, как мы видим это сейчас. Поэтому стоп-лосс не нужно недооценивать. Очень часто задавая вопрос в ходе вебинаров, сейчас пока я его не задавал, возможно, задам в пятницу, я получаю ответ, что стоп-лосс он либо ставится, либо не ставится, либо ставится частично. На мой взгляд, здесь нельзя использовать 50 на 50. Вы либо его ставите, либо его не ставите. Даже если вы его не поставили, хотя вам кажется, что вы сейчас находитесь за терминалом, вы сейчас находитесь перед линком. Но что вы будете делать, если в какой-то определенный момент выйдут новости, у вас пропадет интернет, выключат свет, еще что-то случится. Защитные ордера все хранятся на сервере брокера, и ваш ордер стоп-лосс, который вы установили, он будет сработан по ближайшей доступной цене, даже если у вас будет отключен терминал. Поэтому это всегда важно, чтобы вы знали свои риски и то, что вы можете сумму потерь в случае неблагоприятного исхода по данной позиции. В данном случае мы получаем то, что тенденция на укрепление может начаться с текущих уровней, и ближайшая цель по данному движению может составить обновление локальных максимумов область 1.0888 максимум, который был 27 марта. Соответственно, после обновления этих максимумов уже можно рассматривать либо повторные точки для присоединения в рамках этого тренда, либо закрывать часть объема и уже оставлять в рынке какую-то вторую часть для продолжения работы. Но мы уже установили стоп-лосс, мы знаем, что в данной сделке мы потеряем не больше, чем 40 пунктов, но потенциально заработать можем порядка 200 пунктов. То есть уже потенциал соотношения 1 к 5 практически. То есть рискуя одним процентом от нашего депозита мы можем получить итог 5. Вот я вижу вопрос от Олега, как раз стоп-лосс мы сейчас затрагиваем, поэтому позволю себе сразу же на него ответить. Сработает стоп на выходных, когда будет гэп, выше или ниже стопа? Отличный вопрос и всегда важно с этим разобраться. Для примера у нас рынок в понедельник открылся также с небольшим гэпом, гэп был порядка 30 пунктов, на моей памяти особенно по евро встречались разрывы и порядка 70-100-150 пунктов. Здесь он был не такой большой, но тем не менее важно разобраться, как работает данная заявка. Уровень у нас есть два основных типа ордеров. Это лимитные ордера и стоповые ордера. К лимитным ордерам относятся buy limit, sell limit и take profit. К стоповым ордерам buy stop, sell stop и stop loss. Ордера лимитные, они сразу же напрямую хранятся на сервере. Это их свойства. Поэтому исполнение по ордерам лимитным может быть либо по заявленной цене, либо лучше. Это их особенность. если мы говорим о стоповых ордерах таких как stop loss, buy stop, sell stop, то данные сервера попадают в обработку, то есть брокер получает сигнал на закрытие, то есть только в тот момент, когда цена проходит данное значение. Поэтому отвечая, Олег, на ваш вопрос, если мы к примеру давайте обозначим так, у нас закрылся рынок здесь и уровень stop loss у нас к примеру стоял тут, сделка была на продажу, но на следующий день, уже через выходные рынок открылся к примеру здесь. Фактически stop loss не может сработать, так же как и take profit, так же как и любой другой ордер, так же как и вы не можете открыть или закрыть сделку руками в тот момент, когда цены нет. То есть фактически когда открывается рынок, триггер срабатывает в тот момент, когда на рынке появляется первая цена, первая котировка. Поэтому в данном случае ордер stop loss будет сработан по первой доступной цене. То есть не там, где он был установлен, а когда открывается рынок. Потому что фактически если что-то закрыто, когда вы приходите в магазин, вы не можете купить товар, потому что магазин закрыт, торговля не ведется. И если в пятницу была одна цена, вы приходите, а в понедельник уже другая, то есть это тот же пример ГЭПа. Нет возможности закрыть сделку там, где нет цены. Поэтому это всегда важно об этом помнить и знать. крайне крайне редко это случается. Я очень часто видел трейдеров, которые имеют пятилетний, шестилетний опыт торговли, как раз через 5-6 лет только впервые с этим сталкиваются. Поэтому вероятность этого действительно крайне мала. Но тем не менее это может произойти. Поэтому резюмируя с точки зрения графического анализа и то, как на себя ведет цена, важно отметить то, что для нас важно это определить направление и определить точку, по которой нам будет выгода найти. Для примера то, как я вам сейчас показывал, это безусловно не какая-то идеальная торговая система, это то, что понятно для меня. И я стараюсь максимально простыми словами объяснить, почему я делаю данные выводы. Потому что в первую проанализировав огромное количество графиков, когда применяю данную систему уже в таком виде более двух лет, до этого были нечто похожи, но тем не менее я понимаю, что используя данный подход, больше положительных сделок получается, безусловно, чем отрицательные. Для меня данная система торговая является интересной. Безусловно, на рынке существует огромное количество факторов, мы не всегда можем учесть, поэтому та сделка, которая закрывается в убыток, это не должна восприниматься как то, чтобы сделали что-то неправильно. Если статистически тот подход, который вы используете, приносит подход. Здесь уже нужно смотреть, что влияет. Либо эмоции, либо параметры входа нужно изменить, либо параметры take profit. То есть уже достаточно большое количество нюансов, которые могут быть дополнительны, несмотря на ту торговую систему, которую вы используете. В рамках еженедельных вебинаров, которые у нас выходят по понедельникам, на которые вы также всегда можете зарегистрироваться, мы как раз разбираем текущую ситуацию, исходя из всех инструментов на предстоящей неделе. Поэтому на этих вебинарах у вас всегда есть возможность задать вопрос по данной системе, по данному подходу, либо в целом по рынку, чтобы мы смогли это обсудить. Соответственно, что отсюда еще важно вынести? То, что, как я привел сейчас пример, торговая система, она должна быть максимально простой. Это мы резюмируем уже также в пятницу. Теперь вот здесь сейчас я в принципе на мой взгляд изложил большую часть технического анализа, который на мой взгляд действительно применим к рынку, потому что огромное количество фигур разворота, продолжение трендов, огромные тома книг написаны, но по факту очень небольшую часть реально этих моделей вы можете встретить на рынке. Поэтому те закономерности, которые вы будете использовать, для присоединения к рынку, они должны быть максимально универсальны и максимально эффективны, как данный подход, данная система для меня. Что такое графический анализ? В первую очередь это здесь есть безусловно человеческие факторы. Те построения, которые я сейчас провел, они были сделаны руками, это не запрограммировано какой-то алгоритм, я разметил то, как я это вижу сейчас. Если я попрошу кого-то из вас сделать то же самое через неделю, у вас скорее всего будет несколько другое видение и несколько другая картинка, которую вы получите на графике. Это абсолютно нормально, потому что сколько трейдеров существует, столько существует и можно сказать торговых систем. потому что я за все время работа на финансовых рынках, за все время общения с трейдерами еще не встречал двух трейдеров, у которых одна и та же торговая система. И это действительно так. У всех торговые системы, торговые подходы будут отличаться. Но чем отличается графический анализ от анализа компьютерного? Компьютерный анализ нам фактически позволяет запрограммировать нашу платформу на вычисление точек входа. Давайте разберем на простом примере, откроем еще раз в графике пару евро-доллар и давайте воспользуемся таким универсальным инструментом графического анализа, который называется скользящий средний moving average, которые лежат на самом деле в основе большого количества индикаторов, еще раз это скользящие средние, то есть фактически они нам показывают насколько у нас сейчас цена отклонена от среднего значения, то есть если она отклонена от среднего вверх, значит тенденция идет восходящая, от среднего вниз, значит идет тенденция нисходящая. И данный инструмент находится в разделе индикаторы, трендовый и moving average. Давайте один возьмем для примера это 14 moving, сделаем его чуть более крупным и давайте на него еще добавим еще один, к примеру moving 50. На самом деле существует довольно-таки большое количество различных комбинаций в данном отношении, но вот данные параметры они являются более универсальными на мой взгляд. Если вы хотите какое-то среднее по больнице, то скажем, то 14 50. Для каких-то инструментов уже в ходе тестирования подбираются настройки к примеру 12 48 или 16 55. Это очень легко сделать с помощью к примеру истории либо тестера стратегии, на который вы просто наносите тот или иной инструмент и смотрите какое количество ложных сигналов у вас было за тот или иной промежуток времени и при необходимости корректируете. Соответственно, что мы видим здесь, что мы видим сейчас? Фактически мы видим довольно-таки похожую картину, как мы видели сейчас, но с нескольких с другой стороны. Здесь мы уже сами не выстраиваем данные, не отмечаем локальный максимум, не отмечаем локальный минимум. Когда мы нанесли одну скользящую среднюю, то есть мы видели часть лодных сигналов, которые могли появиться, но добавив второй, то есть уже дополнительный фильтр, при работе с индикатором всегда должны быть несколько фильтрующих факторов, которые вы используете. Соответственно, вторая скользящая средняя, это второй фильтрующий фактор, который здесь мы можем отметить и нанести на график. Один из свойств данной системы, данной простой торговой системы заключается в том, чтобы открывать позиции на продажу, когда более медленная, то есть, прошу прощения, более быстрая, то есть, у которой период меньше, пересекает более медленную, то есть, 14 пересекает 50, и у нас формируется крест. Соответственно, это дает нам сигнал о том, что сейчас тенденция может пойти на ослабление. В свою очередь, когда мы получаем точно такой же сигнал в противоположную сторону, мы получаем для себя дополнительный сигнал уже на покупку, в сторону укрепления, то есть, практически то же самое, что мы видели и здесь, только несколько под другим углом, но в целом направление остается то же самое сигнал, так же он поступил сегодня. Мы видели довольно-таки активное нисходящее движение, затем средний показатель стал уменьшаться. То есть, если мы, к примеру, 29 числа видели движение 87 пунктов, потом на следующий день 94 пункта, затем 56, практически в два раза меньше, затем 42, вчера 36, то есть волатильность снижается. это один из признаков того, что тем участникам, кто преобладает сейчас на рынке, не хватает настроя двигаться дальше. То есть, опять же, это то, что нам подсказывает рынок и почему бы нам это не использовать. Поэтому построение данных инструментов, использование различных индикаторов, позволяет вам избавиться от, возможно, не полностью избавиться, но отчасти минимизировать риск графической ошибки, что вы не увидели какую-то тень, не увидели какой-то уровень пробоя, вы, взяв данную систему на вооружение, вы для себя понимаете, что сформирована точка, есть минимум, за которым мы поставим стоп-лосс, и отсюда мы можем начинать покупать до тех пор, пока, к примеру, тренд не изменится в противоположную сторону. Потому что данный подход, данная система очень хорошо работает на непосредственно направленного движения, потому что она не зря находится в разделе трендовый, то есть, если на рынке тренд, то она работает хорошо, если на рынке боковик, то он будет пробиваться в одну и в другую сторону, и мы будем получать большое количество сложных сигналов. Как дополнительный фильтр, опять же, для поиска входа, это непосредственно отслеживание также различных таймфреймов, то есть, к примеру, когда у нас в начале марта появился сигнал, что цена стала выше скользящих средних, то уже переходя на более мелкий таймфрейм, имеет смысл фильтровать сделки и входить в рынок только тогда, когда он справился на покупку, так как он идет в сторону основного тренда. То есть, сделки коррекционные, которые будут менее интересны, так как они идут против основного направления, против более крупного тренда, их просто пропускать и входить в рынок тогда, когда уже движется тенденция на укрепление. То есть, таким образом включать дополнительный фильтр. А еще один из индикаторов, который также имеет смысл рассмотреть, называется индикатор MACD. Как правило, настройки используются также стандартные. индикаторы, у него он также может выступать дополнительным индикатором, который нам будет показывать, куда он сейчас движется. Есть два основных свойства. Первый более косвенный сигнал, второй дополнительный подтверждающий, который можно использовать. Так вот, у него есть свойства, когда гистограмма находится выше нуля, значит, фактически сейчас у нас на рынке идет тенденция нисходящая. В тот момент, когда цена уходит вниз, значит, у нас идет тенденция нисходящая. Фактически, когда мы видели данную формацию и отслеживали индикаторы MACD, то есть, мы получали подтверждение, что тенденция идет нисходящая. Еще одно интересное свойство, которое я могу у него отметить и рассказать, это зоны перекупленной конвергенции и дивергенции. Что это значит? Я сейчас отмечаю несколько минимумов, которые у нас были как раз в те дни, когда волатильность по данной паре снижалась, я отмечаю минимальные значения. И если мы сейчас их соединим таким образом примерно, то мы получаем, что тенденция хоть и не активна, но движется по направлению вниз. В свою очередь, если мы соединим те же самые минимумы, на гистограмме мы видим, что у нас эти линии движутся друг к другу. То есть, в итоге, если мы сделаем луч, они в какой-то момент пересекутся. То есть, существует расхождение. Соответственно, это один из дополнительных сигналов, который нам может являться подтверждением того, что сейчас на рынке может произойти изменение той тенденции, которая была предыдущая. И в этом случае мы получаем уже несколько подтверждающих сигналов. Во-первых, скользящая средняя, во-первых, дивергенция на CD и, соответственно, закрытие выше или ниже нулевой отметки. Всегда важно помнить о том, что проанализировать индикатор мы можем только в момент его закрытия, потому что наиболее информативно, когда индикатор строится непосредственно по ценам закрытия. И важно помнить о том, что любой индикатор он нам не говорит, где цена будет. Он нам говорит, где цена сейчас. Если сейчас движение идет восходящее, то нам именно это и показывает индикатор. Она пойдет вниз, он нам соответственно покажет, что на нисходящем мы увидим соответствующее подтверждение. Второй вопрос, как уже это можно будет использовать непосредственно при входе в рынок и при совершении той или иной операции на открытие и закрытие позиции. Возвращаясь к тому, что я начал говорить в начале по поводу использования индикаторов, скажу из своего опыта. То, что было со мной в первый год моего знакомства с рынком. Я могу назвать это только знакомством с рынком. Я считал, что чем больше индикаторов у меня на графике есть, чем больше у меня есть индикаторов на графике, тем моя позиция будет надежней. Один раз я осознал, что у меня на графике порядка 17 скользящих средних с различными периодами начиная от 3, 3, 7, 14, 21, 50 и так далее до 1000 мувинга под графиком порядка 4 осцилляторов. Затем еще уровни Фибоначчи, нанесены расширения Фибоначчи, элипс Фибоначчи и за всем этим великолепием уже не видно самой цены. То, ради чего все это делать уже не дает понимания того, что происходит в принципе. Отлично. И резюмируя то, о чем мы сейчас сказали, то, чего коснулись, это то, что графический анализ помогает присоединиться. И сейчас мы разобрали основные возможности, как мы этого можем достичь с использованием графического анализа или компьютерного анализа или в какой-то момент их комбинируя. Поэтому более на обсуждение я предлагаю это вынести уже непосредственно на вебинары, который будет проходить по понедельникам. Также всех вас на него приглашаю. Ну, а сейчас в оставшееся время, сегодня, по всей видимости, несколько дольше выйдете вебинар. Надеюсь, что у вас есть время на это. Прошу прощения за технические неполадки, которые возникают. Мы поговорим с вами о фундаментальном анализе. То есть данный вид анализа уже отвечает на вопрос почему туда цена пришла, то есть что на нее влияло в тот момент и как вел себя в рынок. Я выделил четыре основные финансовые составляющие. Это финансовые факторы, общеэкономические факторы, политические факторы и форс-мажор. Что это значит? Для тех, кто из России, для меня пока более проще приводить данный пример, вспомним то, как российский рубль улетал в область 80-ти. Было это в конце 2014-го года. И к финансовым факторам мы относим те действия, которые может произвести центральный банк той страны, валюту, которую мы отслеживаем для этого. Вспомните, пожалуйста, те, кто присутствует на вебинаре, те, кто из России, возможно, те, кто из России, тоже про это слышали, что сделал центральный банк России в декабре 2014-го года, когда мы видели резкий скачок ослабления российского рубля, что сделал центральный банк. Давайте попробуем вспомнить, я думаю, что прошло не так много времени, и для многих это событие в памяти остается, то есть это не 90-е годы, а еще более позднее время, а то, что было буквально недавно, и в любом случае может повториться рано или поздно. Не совсем остановили торги, я имею в виду, что моделируем ситуацию, российские рубли, и сейчас я просто предлагаю вам вспомнить, что об этом говорилось в новостях, по всем каналам, да, это безусловно было с нефтью, но центральный банк, как пишет Михаил, действительно повысил ключевую ставку, да, то есть в каждом, в каждой стране есть орган, который регулирует основную монетарную политику, то есть в России это центральный банк, в США это ФРС, в Великобритании это центральный банк Англии, в Японии это центральный банк Японии, в Европе это европейский центральный банк, и во многом курс его движения будет зависеть от того, какую политику ведет центральный банк, потому что одно из важнейших событий, на которые будет реагировать рынок в первую очередь, это изменение ставки, ключевой ставки той стороны, которую вы рассматриваете, и здесь важно запомнить такую закономерность, если центральный банк повышает процессную ставку, то это приводит к укреплению национальной валюты, довольно-таки просто, и понятно, немногие страны это делают, к примеру, Япония не делала этого уже довольно-таки давно, поэтому ставка остается довольно-таки на низких уровнях, и Японии как стране экспортеру интересен более низкий курс японской иены, поэтому они стараются удержать его всегда на максимально низком уровне, просто это выгодно для страны, потому что так как инфляция находится около нуля, в страну возвращаются больше национальные валюты, то есть в тот момент, когда идут, к примеру, налоговые отчисления, налоговые выплаты, то в страну возвращаются большие валюты, то есть вот такой простой пример, который позволит это запомнить. И всегда важно держать руку на пульсе и отслеживать эти события, которые в экономическом календаре, к примеру, отмечаются как выступление главы Центрального банка, или заседание Центрального банка. Вот Олег задает вопрос, повышение ставки в ФРС две недели назад привело к падению доллара. Здесь сейчас мы разбираем то, как себя ведет рынок, его закономерность. Действительно, я с вами соглашусь, что могут возникать необычные ситуации, которые могут выходить за рамки. Здесь уже необходимо оценивать картину более крупно. а здесь я видел такие моменты, которые были написаны участниками, то, что хочется научиться торговать на новостях. Здесь это один из тех примеров, которые мои слова могут подтвердить коллеги, я думаю, многие это видели, кто как раз использует торговую на новостях, то, что рынок на ту или иную новость может реагировать довольно-таки неоднозначно. Но то, что он не будет реагировать, это мы уже можем знать. И к этому можем быть готовыми. Позже мы перейдем в метатрейдер и посмотрим. Я расскажу, безусловно, если был такой вопрос, был такой настрой, вы посмотрите основные способы торговли в новостях, мы это обязательно коснемся. Сейчас я хочу попросить вашего внимания, и чтобы мы вместе посмотрели экономический календарь на сайте Admiral Markets. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана и пожалуйста просигнализируйте мне, что вы видите сайт Admiral Markets. Поставьте пожалуйста плюс. Отлично. Итак, данный раздел, во-первых, что касается фундаментального анализа, вы всегда можете найти статьи Фредерика, он пишет свои обзоры по основным инструментам, в канедельник выходит его обзор на предстоящую неделю важных событий, на которые рынок может в первую очередь среагировать, и также его вебинар, который был вчера и проходит каждый вторник в 20-30, уже вам позволит быть всегда в курсе актуальных событий, поэтому на них также вас приглашаю. Но нам сейчас важно такая вещь, как кандидат Форекс, кандидат трейдеров. Сейчас в метатрейдере его можно установить непосредственно напрямую, в метатрейдере 4 Supreme Edition от Admiral Markets это реализовано, пока мы разбираем основной принцип. Итак, что здесь важно, во-первых, всегда следите за часовым поясом, который выставлен, потому что здесь можно ошибиться на час, а эта ошибка может дорого стоить, поэтому всегда проверяйте тот часовой пояс, в котором вы живете, в котором вы находитесь, и тогда уже вероятность данной ошибки будет практически исключена. То есть, давайте поставим по московскому времени, сейчас 19.17, соответственно, все новости, все предстоящие события на сегодняшний день, они отражены тоже по данному времени. Событий этих очень много, поэтому на данном этапе, чтобы вы для себя выделяли самое важное, я рекомендую фильтровать и ставить только по степени влияния оставлять самое важное. Что собственно сегодня, к примеру, было, здесь уже будут идти вторая часть, это важные экономические индикаторы. То есть, к примеру, по США сегодня были занятость ADP, здесь отображены общие понятия, я честно признаю, что не помню также их все, потому что их огромное количество, и в случае необходимости всегда можно воспользоваться поисковым запросом, просто разобраться, что это за индикатор, но большинство из них имеют дополнительные пояснения. Я больше хотел обратить ваше внимание на то событие, которое у нас произойдет в пятницу. Сейчас я расширю до пятницы, и мы посмотрим, что у нас будет, к примеру, завтра. Завтра у нас будут данные по Японии, индекс доверия потребителей, доплату денежный кредит на политике Европейского Центрального банка. Опять же, это то событие, на котором Европейский Центральный банк что-то нам может сообщить, может сказать, но он не имеет количественного показателя. Если вы обратили внимание, то предыдущие данные, которые мы смотрели, они имеют несколько значений, то есть предыдущие, прогнозные и текущие. Вот для примера, то, что будет в пятницу, это количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, так называемого Non-Farm Payrolls, вы еще можете увидеть, или NFP, то есть достаточно много у него обозначений имеется, но смысл у него заключается в том, его характеристика такая, что этот показатель показывает, сколько новых рабочих мест создаются за предыдущий месяц, помимо сельского хозяйства, во всех других секторах. И этот показатель является индикатором экономики. То есть здесь все довольно-таки просто, если его разобрать, то чем больше рабочих мест создаются, значит экономика развивается, создаются новые рабочие места, значит этот регион, эта страна привлекательна для инвестиций. То есть довольно-таки простой показатель. Соответственно, если мы разберем на примере того, что будет в пятницу, то мы видим, что предыдущее значение у нас фигурировало как 235 тысяч новых рабочих мест было создано предыдущий месяц. Прогноз ожидается 180 тысяч, то есть меньше, это значит, что рынок ожидает, что их будет меньше, поэтому американский доллар на фоне этого мог подвергаться снижению, то есть снижаться на ожидании. А вот то, что выйдет по факту, уже может либо это подтвердить, либо опровергнуть. К сожалению, мы не знаем, какое конкретное число будет заявлено в 15.30, но у нас есть время, мы знаем, когда это пройдет, и мы можем к этому подготовиться. К примеру, если вы уже находитесь в сделке, находитесь в той или иной позиции, то вы всегда можете минимизировать риск, закрыв, к примеру, эту позицию, и таким образом избавиться от риска. Либо перевести уровень стоп-лосса за ближайший уровень, который на тот момент возможен, опять же, для того, чтобы не получить дополнительного убытка. Но вы уже к этому будете готовы, потому что в 15.30 за пятницу выйдут эти данные. У нас в пятницу, напомню, также в 18.00 будет занятие, поэтому мы с вами сможем как раз это посмотреть. И я стараюсь всегда проводить данный курс как раз в первую неделю месяца, для того, чтобы посмотреть данный показатель, потому что данный показатель выходит каждую первую пятницу месяца. И на рынке соответственно реакция на него может быть довольно-таки интересна, хотя последние несколько лет реакция на него довольно-таки белая. Что касается остальных показателей, то есть я думаю вы все знаете из экономики, что есть такие показатели как ВВП, внутренний вал, продукт, инфляция, безработица, и безусловно все эти индикаторы являются отражением экономики. То есть если мы видим, что безработица растет, ВВП снижается, значит не все-то хорошо в данной стране, и курс данной валюты он будет снижаться, поэтому здесь на это важно обратить внимание. На текущий момент я рекомендую отслеживать по крайней мере важные события, то есть выбирать значимые события, выбирать те страны, валюты, в которых вы торгуете, то есть не обязательно смотреть к примеру Южную Африку или Индию, но тем не менее если вы торгуете Европу, смотреть Германию нужно, потому что она является драйвером локомотива, европейским локомотивом и отслеживать безусловно американский доллар США, потому что он на текущий момент является все еще пока основной валютой. Соответственно, возвращаясь к презентации, следующий фактор, который у нас также отмечается, это политические факторы. Я думаю, вы помните, когда в этом году шли выборы Трампа, как рынок на это реагировал. Безусловно, выход из так называемого Brexit, это тоже можно отчасти отнести к политическим факторам. Отставка кабинета министра Великобритании, которая была несколько лет назад, также вселяла в инвесторов неопределенность и вызывала определенную панику на финансовых рынках, просто не знали, что делать. Для примера, если в какой-то из стран, во главе которой стоит глава уже очень много лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, 40 лет, и приходит к власти новый человек, которого, например, его программа отличается от предшественника и это несловно повлияет на финансовые рынки тем, что оно поселит неопределенность. И в определенный момент это может также послужить оттоком капитала из страны, поиском новых возможностей и началом каких-то определенных движений по той или иной валюте, на которую вы рассматриваете. Поэтому это также влияет на рынок. Ну и форс-мажор уже то, что мы относим к тому, что мы никак не можем предугадать, это различные катастрофы, техногенные, террористические атаки, войны, цунами, то, что, безусловно, может повлиять на финансовые рынки. И сейчас все эти события их нужно держать в голове, но нет необходимости 24 часа смотреть канал РБК или какой-то другой информационный канал, по той простой причине, что информации очень много, ее нужно научиться фильтровать. И каждый из вас в итоге выберет тот способ, который будет удобен именно вам. Кто-то торгует например, валютную пару, британский фунт, поэтому информация будет интересна только по британскому фунту и по американскому доллару. Таким образом будет выстроен фильтр. Ну, а сейчас, еще раз вернувшись в терминал, давайте посмотрим один из примеров того, как, к примеру, можно использовать работу, и в чем заключается работа новостя, как среди, торговая система, в чем ее принцип. А я сейчас покажу. Если у вас есть вопросы, которые хотелось бы задать, то, пожалуйста, напишите, я вам с удовольствием отвечу. Сейчас я перейду в MetaTrader, и мы с вами посмотрим то, о чем я сейчас сказал. Поставьте, пожалуйста, плюс, если у вас сейчас появился MetaTrader, если он перед вами и виден. отлично. К примеру, те данные, которые выходят по США, в чем у них один из ключевых особенностей этой ситуации, то, что рынок может начать двигаться очень быстро в какую-то из сторон. То есть основной принцип работы на новостях, чтобы рынок двигался направленно, тогда от этого будет соответственно больше отдача и больше эффекта. Что какой принцип используется? Как правило, для того, чтобы как раз поймать данное движение, я могу называть это только словом поймать, за несколько минут до выхода новости устанавливаются отложенные ордера, buy stop, sell stop, то есть на покупку, на продажу с уровнем стоп-слосс, с уровнем take profit, и которые позволяют присоединиться в рынок, в тот момент должна начинать двигаться, то есть 15, 30 и первая секунда рынок уже может начать реагировать. Соответственно, в этот момент, когда у вас стоят два сложных ордера, один из них срабатывает, второй необходимо удалить во избежание попадания в замок, и уже, например, если у вас выставлен take profit, то уже при достижении take profit цена срабатывает и сделка закрывается. Но очень часто бывали ситуации, когда на рынке появлялась так называемая пила, ее называют все по-разному, но цена началась двигаться то в одну сторону, то в другую. Также, к примеру, в MetaTrader 4 Supreme Edition есть очень удобная функция для тех, кто, к примеру, использует данный подход, использует торговли на новостях, на любых новостях, не только партнер есть в мини-терминале настройка создания шаблона ордеров, к примеру, OCO прорыв она называется, то есть этот шаблон, я сейчас покажу, что он у себя представляет, позволяет вам в один клик установить две сделки, buy, sell, стейк, профитом и стоп-лосом, как это выглядит. То есть, к примеру, мы пишем цена входа или в пипсах, то есть, к примеру, 10 пунктов от текущей цены, также здесь установлен, к примеру, 10, фиксированный размер лота, то есть, мы устанавливаем объем, по которому мы хотим войти, к примеру, 1 сотая лота, стоп-лос, да, остановить потери, фиксированные в пунктах, да, к примеру, мы ставим 15 пунктов, take profit, также мы можем установить фиксированные, к примеру, 50 пунктов, и трейлинг стоп уже по желанию, если это необходимо. Мы можем нажать сохранить шаблон, он у нас появится, к примеру, NFP, там уже придумать название, нажать сохранить, и уже в настройках нажимая кнопку Ctrl, наводя на данный индикатор, мы видим нашу луну NFP, нажимаем на него один раз, у нас фактически все ордера сразу устанавливают, то есть, это действительно удобно, и сейчас я показал пример того, как это можно быстро произвести и закрыть, то есть, когда особенность еще этих ордеров заключается в том, что когда срабатывает один, то есть, когда срабатывает buy-stop, то второй уже будет автоматически удаленный, останется в работе только, например, покупка или продаж, то есть, здесь их свойства универсальны и допущены сразу же. Ну, и, соответственно, с этим нужно быть, безусловно, аккуратным, так как торговля на новостях, она всегда чревата неопределенностью. Да, действительно, то есть, здесь нужно удалять вторую позицию по той простой причине, что могут сработать оба стоп-лосса, да, то есть, это не самое интересное. и, безусловно, здесь получить один стоп-лосс, это разумно. Получить два стоп-лосса, если вы не удалили одну позицию, это уже чрезмерный риск. стоп-лосса, итак, коллеги, у нас сегодня был вопрос, который мы обсуждали, это технический анализ и фундаментальный анализ, если у вас еще остались вопросы, я думаю, что они остались, будут появляться, я всегда, во-первых, рад вам вашим вопросам на почту, и, как задание для закрепления к следующему занятию, это в книге 100% форекс, которую я ссылку на скачу, которую я давал ранее, если у кого-то ее еще нет, то напишите, пожалуйста, мне на почту roman.isakov.com и я вам ее вышлю отдельно, если вы ее для себя еще не успели скачать, и в ней глава 2, 3, 4, то, как раз то, что мы фактически разбирали сегодня. Следующее у нас занятие состоится в пятницу в 18.00, точно так же вам придет напоминание, придет приглашение, и мы с вами поговорим о том, что такое торговая система и что такое риск менеджмент, как это нужно применять на практике. Итак, коллеги, если пока вопросов нет, на сегодня будем прощаться, всем спасибо за участие, за вашу активность, которая была в ходе вебинара, еще раз прошу прощения за технические неполадки, которые у нас сегодня возникли, но мы все успели, все разобрали и обо всем поговорили, о том, что было запланировано. Поэтому увидимся в пятницу, посмотрим, как пройдет Non-Front Payrolls, как закончится, в принципе, торговая неделя и уже поговорим о торговой системе и риск менеджменте. Всем спасибо за субтитры создавал DimaTorzok,